Не знаете, чем удивить гостей? Рецепт груш в вине – отличная идея, альтернативный способ подачи привычного фрукта, никаких особенных продуктов не надо, но результат порадует даже гурмана. Впервые мне довелось попробовать груш в вине в одном бельгийском ресторане, там их подали вместе с каким-то мясным блюдом в качестве гарнира, было вкусно, но все-таки мои вкусовые рецепторы не привыкли к сочетанию сладкого и соленого, потому было решено попробовать сделать груш в вине в домашних условиях и подать их как десерт, как раз праздник 14 февраля намечался, вот и приурочили и, знаете, результат был просто потрясающий. Груш в вине получается деликатесными, изумительно вкусными, хотя ингредиентов никаких особенных не надо, вино можно использовать недорогое, все равно хорошо получается и, к тому же, его после варки груш не нужно выливать, из него можно сделать соус, впрочем, однажды нам было лень что-то из него готовить, потому мы просто добавили туда специи для глинтвейна, еще немного поварили и выпили как горячее вино, очень вкусно, скажу я вам, хотя и консистенция чуть более густая, словом, настоятельно рекомендую попробовать груши в вине, удачи и приятного аппетита! Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца Налейте в кастрюльку достаточное количество вина, чтобы они полностью покрыли груши, поставьте на средний огонь Добавьте специи, сахар, корицу и ваниль Доведите до кипения и дайте немного покипеть, чтобы винная смесь слегка загустела Тем временем груши очистите от кожуры, хвостик не срезайте Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки Уменьшите огонь до минимального и аккуратно положите в вино груши Огонь должен быть минимальным, варить груши в вине нужно 2 часа Однако все очень сильно зависит от температуры вина, в котором они варятся Поэтому уже через час проверяйте, насколько груши размякли Готовые груши должны быть мягкими, но не разваливаться Достаем груши из вина, аккуратно срезаем нижнюю часть Это делается для того, чтобы груши можно было красиво сервировать, поставив на ровный срез Из оставшегося вина можно приготовить соус, для этого просто продолжайте варить вино до загустения Груши в вине можно подавать к столу в качестве десерта, с ягодами, шоколадом, мороженым А можно в качестве гарнира или закуски, приятного Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте Ингредиенты этого вкуснейшего блюда Груши 4 штуки, крупные, вино красное 750 мл Палочка корицы 1 штука, палочка ванили 1,5 штуки Сахар 300 грамм, количество порций 4 Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях Надеюсь, было интересно, приятного аппетита и следите за новыми публикациями